Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». В последнее время в мире активно распространяется миф о том, что верующие люди, и особенно православные христиане, это такие себе неграмотные маргиналы. И многие наши соотечественники бездумно повторяют, простите, заезженные штампы. Наука доказала, что Бога нет, вера и знания несовместимы, ну а в церковь входят отсталые темные старушки. Так ли это на самом деле? Давайте сегодня попробуем разобраться и начать об этом разговор. Но сначала мы задали несколько вопросов киевлянам на тему нашей сегодняшней программы. Давайте их посмотрим, как они отвечали. Человек, обладающий научными знаниями, может ли верить в Бога? Конечно. Как же не верить в Бога, если Бог, наверное, дает эти знания? Но если не в Бога, то в какую-то силу, которая его направила в ту или иную эстезю. Да, я ки верю, да, я ки не. А одно другое не исключают. То есть люди, которые глубоко вникают в науку, они понимают, что мы ничего не знаем и что оно не могло просто так. Многие ученые верят в Бога, а если даже не верят, понимают, что Он есть. Как вы думаете, верующие люди склонны к мракобесию? Мне кажется, что это все от человека зависит. По-разному люди воспринимают. Одни, ну истинно верующие, наверное, все-таки должны больше в добро верить. Не только верующий человек, и любой человек склонен к мракобесию. Некоторые считают, что научное знание и вера в Бога несовместимы. А вы как считаете? В принципе, я считаю, что совместимы. То есть, ну, вера в Бога все равно нужна. Я по-своему верю. Не в самого Бога, а в какую-то силу какую-то, которая действительно существует. В общий разум, да, многие говорят. Да, что-то типа такого. Нет, почему? Не вижу тут ничего несовместимого совершенно. Вполне нормально. Это может в одном человеке соединяться. Не всем доступны научные знания, поэтому вера в Бога в любом случае должна быть. Скажем так, определить, что изначально было создано Богом, и как оно потом развивалось, это никто не запрещает. И Бог тоже, я думаю, этого не запрещает. Изучать природу. Кому-то Он открывает глаза, кому-то нет. И кто-то из великих ученых сказал, спасибо Богу за то, что Он не открыл глаза на многие явления природы. Так что, видите, эти вещи абсолютно... Наука не от Бога. Не от дьявола, она от Бога. Среди Ваших знакомых, друзей, может, людей науки, есть верующие люди? Как они выглядят? Вот как я. Я хожу в церковь, но, к сожалению, сейчас не каждый выходной. Но в свое время два года прожил в монастырях практически. Посмотрите на образ Иисуса Христа, и вот так вот вы должны ее видеть. Пример есть у нас. Ну, я должен открыть секрет. Все-таки наши журналисты брали эти короткие блиц-интервью возле одного научного института, научного института в Киеве. Поэтому такие ответы есть достаточно такие грамотные. Думаю, что в других, как у нас говорят, локациях, мы услышали бы, может быть, и другие ответы. Но я перехожу к тому, чтобы представить наших гостей. Для меня это большая радость. Итак, наш гость, отец Игорь Шумак, священник Киевского храма в честь святых Адриана и Натальи. Но, внимание, еще скажу о том, что отец Игорь еще и ученый, и он возглавляет Украинский научно-исследовательский институт циклопластиков и волокна. Ваши отмечения. Второй наш гость – это историк, автор ни одной книги. Он попросил меня не называть количество книг. Историк, автор книг – Владислав Дятлов. Ну, и третий наш спикер, как мы говорим часто, коллективный спикер – это молодежь Киева, представители различных православных приходов Украинской Православной Церкви. Вот они рядом со мной, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Я начинаю, задаю первый вопрос нашим гостям. Отец Игорь Владислав, вот у меня такой вопрос. Действительно, правда ли, что вера… Есть ли какая-то здесь вот рациональная какая-то мысль, что вера – удел людей необразованных, отсталых? Наука и знания несовместимы. Несовместимы с верой Бога наука и знания. Что бы вы сказали людям, которые так говорят? Пожалуйста, Борисович. Ну, в основном то, что вы говорите, да, это уже давно сложившийся клише – миф. И, ну, наверное, миф этот родился еще во времена научного атеизма, во времена гонений на церковь, когда вера выставлялась как бы вот такой маргинальной обязанностью или повинностью для людей, которые не имеют знаний, для людей, которые не получили определенного там какого-то образования, для людей, которые асоциальны и которые не могут, естественно, найти себя в обществе, не имеют, ну, не могут занять определенную нишу, и им ничего не остается, как только верить в Бога. К сожалению, миф этот поддерживается довольно активно и сегодня. И развит он, распространен в такой, знаете, группе нашего общества, которая не имеет достаточно образования для того, чтобы судить и о науке. Потому что, как правило, я, наверное, скажу вещь такую интересную, что люди, которые не доверяют Богу, не верят в Бога, они не доверяют и науке. Человек, который не знает, вернее, утверждает, что вера в Бога и церковь – это удел маргиналов, он точно так же говорит и о науке. И, как правило, образование не позволяет ему верить и нашей современной науке. То есть, почему люди покупаются на разные околонаучные там или, скажем прямо, псевдонаучные теории. Да потому что человек не имеет знаний. Человек не имеет знаний ни в духовных каких-то сферах, ни в научных. И поэтому я совершенно открыто и честно утверждаю, что человек, который имеет знания хотя бы в науке, он никогда не станет опровергать веру. И этот человек, он будет относиться к вере, даже если не веря в Бога, он будет относиться к этому как с уважением и как к чему-то, что имеет право быть. Спасибо. Владислав, вы хотите что-нибудь еще сказать? Наш мир – это большая загадка. И в то же время мы наблюдаем развернутую эту загадку. Мы на каждом шагу видим красоту, разнообразие, и в том числе разнообразие людей, умов и судеб, и ситуаций. И тот исторический опыт у человечества, который уже есть, он говорит нам о чем? Что есть величайшие ученые умы, и это умы верующих людей. Например, на нашей памяти академик Лихачев. Это как минимум. Есть великие умы, у которых не было свой жизненный опыт, они не пережили так, чтобы свидетельствовать о том, что у них состоялась вера, у них состоялась встреча с Богом. И точно так же есть, если мы говорим о людях, для которых наука не стала их призванием, там тоже есть люди, которые не имели встречи, не могут сказать, что вот у меня такая встреча была, встреча, которая послужила началом веры. И есть люди, наоборот, которые при всей, ну, как бы, простоте своей, да, у них вот то самое есть чистое сердце, в котором Бог почивает. Еще бы я добавил, что на путях, вот где встречаются вера и наука, здесь есть такой момент. Ну, для человека науки, мне кажется, существует, с одной стороны, очень личная позиция, очень личное отношение с Богом, вот этот глубинный личный опыт, который нельзя иногда пересказать словами или выразить в категориях рассудочных, в каких-то логических. И, наверное, каким-то людям сложно вот сочетать, а у каких-то это получается. Но я с батюшкой согласен, что, действительно, люди с глубокой образованностью, ведь образованность — это не просто наличие знаний, поэтому в свое время в нашей культуре и появился этот термин — образованность, от слова «образ». Об этом часто говорят, я тут нового ничего не скажу, но по-настоящему образованный человек, он убоет, действительно, как минимум, к вере, в принципе, к религиозности, к поиску встречи с Богом, относиться с уважением. То есть, если сам он атеист. Спасибо. Я только где-то читал, что слово «образование» связано с образом Божьим в человеке. Образование — это есть некий процесс выявления образа Божьего в человеке. И такую точку зрения я встречал. Сейчас хочу предложить вопрос нашим двум спикерам главным. Такой богословский вопрос. Есть, бытует такая точка зрения, что у веры и у науки разные предметы познания. Наука познает, вот нечто познает, да, там природу познает и так далее, а вера, у нее другая область. Я знаю, что церковь православная придерживается другой точки зрения. Мы говорим о том, что истина одна. Но я не хочу забегать вперед. Вот, если можно, вот по этому вопросу выскажите, пожалуйста. О разных ли предметах, когда речь идет о познании научном и познании веры, вот, о разных ли предметах идет речь? Вот. Пожалуйста. Да, предмет один. Предмет всегда один, но инструментарий, конечно же, мы используем разный. Мы исследуем, если можно так сказать, возможность спасения человека. Мы исследуем, как человек, вот как уже говорили до этого, станет образом Божьим. Как в этом мире, который как раз исследуют ученые, как он сможет спастись, как он сможет наследовать Царство Небесное, как обойти все ловушки этого мира, которые тоже нам помогают исследовать ученые. И, опять-таки, я же говорю, что инструмент разный и разные подходы. Да, но истина одна, да? Истина, истина, естественно, одна. И это здорово, потому что существуют действительно богооткровенные истины. Есть богословская наука, где могут быть дискуссии, лагумены. Есть, в конце концов, и споры вокруг преданий. Потому что есть предания с большой буквы, а есть предания, их много. И, опять же, опыт исторически показывает, что когда мы, например, проживая в 21 веке, попытались бы взять от какого-то нашего собеседника, который лучше нас знает церковную традицию, он опытнее нас, но мы что-то берем в готовом виде, без критического взгляда, без анализа, мы рискуем уйти в глубокое очень фарисейство и действительно стать какими-то маргиналами. То есть нужно веру исследовать, нужно этот опыт изучать, и здесь научный инструментарий тоже необходим. Да, спасибо. Я как раз сейчас собираюсь перейти к нашему третьему коллективному гостю, но замечу просто сейчас, по ходу того, как мы обсуждали этот вопрос, я вспомнил евангельские слова «Господь говорит о себе, я есть путь, истина, и жизнь». Однажды мне пришлось участвовать в одной острой дискуссии, когда уже люди переходили на личности, причем это была аудитория почти православная, и кто-то мне сказал «Вы так безапелляционно говорите, как будто вы знаете истину». Я говорю «Знаю, я знаю истину». Я думаю, что и вы ее тоже знаете. Истина есть Христос, об этом говорится в Евангелии. Но я теперь хочу обратиться к нашей молодежной аудитории. Не знаю, вот как вам, но у меня такое ощущение, что в последнее время нападки на церковь, нападки на веру, на религию усилились. Я имею в виду в мире. Сужу по социальным сетям, по статьям, по средствам масс-формации, в частности украинским, с раздражением говорят о религии, и особенно с раздражением говорят о православии. У меня недавно попросился в друзья на фейсбуке один молодой человек, написал какие-то приятные слова по поводу моих стихов. Я захожу на его страницу, а там написано «Хуже ничего нет, чем религия». Хуже ничего нет. Но я его зафрендил, может он каким-то образом разумится. Итак, мой вопрос. С вашей точки зрения, почему сегодня вот несколько, серьезно усилились нападки на церковь? Почему? Ну, может быть, еще добавлю, кому это выгодно, может быть? Пожалуйста, вот такой вот вопрос. Что вы скажете по этому поводу? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий, город Киев. Может быть, знаете, имеет место мысль такая, что все учились в школе, но не все были в этой школе отличниками. Мы все прекрасно знаем то, что отличников в классе мало кто любит. Во-первых, их мало, а во-вторых, их еще меньше любят. И получается, судьба отличника – это быть гонимым. Человек, который делает все то, что требует от него учитель, человек, который любит школу, который любит знания, который делает это не просто, между прочим, потому что родители от него требуют, а он это делает хорошо, потому что ему это действительно интересно. Он, к сожалению, всегда будет гоним от тех людей, которым это же знание неинтересно. Они будут называть его там всякими разными обидными словами. И еще более он усугубит состояние, когда он не будет давать списывать. Ведь есть же время такое, когда учитель все равно у всего класса потребует ответ за то, что задавал. И отличник как бы без какого-то труда предоставит ответ за сделанные уроки. А двоечник – это человек, который игнорировал не только интерес к знанию, но и какие-то прямые свои там обязанности, как ученика. Может быть, где-то общество вот так вот и относится к христианам, что оно немного раздражает людей, тех, которые не живут по этим принципам. Внутренне они с ними, возможно, соглашаются. Но в силу разных причин не делают этого, и поэтому те, которые делают, их просто раздражают. Ну, может быть, так. Спасибо. Кто-то еще, может быть? Вот меня интересует вот такой вопрос. Кому выгодно, чтобы сегодня люди, особенно молодые люди, не шли в церковь, не узнали бы, кому сегодня это особенно выгодно? Вот, может быть, кто-то об этом хотел бы сказать. Пожалуйста. Добрый день, Владимир, Киев тоже. Я хотел бы вот что добавить. Как-то смотрел одно такое, как мини-расследование. Это такой московский батюшка, который занимается миссионерством и так далее. Вот он проводил расследование, почему один ресурс, лента.ру, делает периодически такие целенаправленные акции вот на своем портале против православной церкви. И он потом как бы нашел, думает, если они против церкви, значит, они должны параллельно еще за что-то, как бы, наоборот, что-то продвигать. И он как бы нашел то, что они целенаправленно продвигают какие-то ЛГБТ-сообщества, какие-то ЛГБТ-ценности. И вот, возможно, как бы, это одна из причин, почему вот людей хотят, как бы, оторвать от церкви, чтобы у них не было никаких тормозов, как бы, да, не было никаких там, никакого стержня не было. То есть с этим человеком можно делать, что хочешь, потому что церковь все-таки, она человека делает человеком. А если тебе, как бы, сказать, что ты произошел от обезьяны, то, как бы, ты можешь жить, как обезьяна. И поэтому те, кто заинтересован, чтобы люди были потребителями, там, можно было ими манипулировать, чтобы они сами не думали, чтобы у них не было семьи, чтобы они не были счастливыми и так далее, чтобы их можно было использовать в своих каких-то схемах. Вот мне кажется, этим людям это интересно. Спасибо, спасибо. Здесь, Нота Бена, заметим, нами легче управлять, когда у нас нет Бога, и когда... И нас не жалко, если мы от обезьяны... Нас не жалко. Над нами можно произвести эксперименты, как над кроликами. Нас не жалко. Пожалуйста. Ну, дело в том, что... Антон, меня зовут. Дело в том, что если посмотреть с культуры, с позиции культуры, да, то есть человеческой, то эпоха сейчас постмодернизма. И даже постпостмодернизма, как ее называют. А постмодернизм – это пренебрегание всеми традициями, всеми какими-то законами, уставами и нарушение любых традиций. То есть религия – это традиция, православие – это традиция. То есть это некая, ну, какая-то дисциплина души, что ли, дисциплина, как есть дисциплина тела в физкультуре, да, тут дисциплина души. Здесь есть утренние и вечерние молитвы, есть воскресная литургия, есть свои определенные праздники, и есть свой дресс-код, есть свой контент, есть терминология. То есть это то, что дисциплинирует постмодернизм, и культура такая сейчас, да, она, ну, кичится, размывает все границы и как бы открывает человека, выворачивает человека наизнанку, тем самым превращая его жизнь и жизнь окружения в хаос. А хаос – это как бы неопределенность. Да. Вот, и в этом смысле человек традиционный с какими-то принципами, взглядами на жизнь, он вызывает раздражение как раз такого, как бы культурного порядка, потому что, когда все можно, то вдруг оказывается рядом есть тот, который говорит, что вот так вот нельзя. Спасибо, да. Спасибо. Я думаю, что тем, кто полагает, что у него есть власть над людьми и над миром, конечно же, выгоднее рушить традицию, постмодернизм рушит традицию, безусловно, и активный атеизм, он рушит, безусловно, традицию, разрушает семью, разрушает церковь, хаосом легче управлять. Я еще девочек хотел попросить ответить на один мой маленький-маленький вопрос. Вот, это вот такой женский вопрос. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в молодежной среде сейчас не модно быть верующим? Вот вообще не модно. Или, ой, вот он верующий, я как-то вот не буду, да, пожалуйста. Может быть, я ошибаюсь. Добрый день, меня зовут Даша, я из города Киев. Учусь в политехническом институте. Среди всей молодежи, которая окружает меня каждый день, довольно-таки часто можно услышать, что вера – это сейчас что-то немодное. Постоянно слышно издевательства в сторону веры. Вот, например, на День знаний пару людей как-то пытались высмеять эту тему. Некоторые пришли в костюм Иисуса Христа, что является дико. Ну, вот образованный человек никогда бы такого не сделал, не поступил бы так. И мне кажется, что вот среди молодежи есть какая-то такая пропаганда, что вера – это немодно. Есть, да, такое? Да. Есть. Ну, и Бог им судья. Спасибо вам, ребята. Мы еще вернемся к вам. Я хочу только вас… Вот есть такое нелитературное слово умотивировать. Я хочу вам сказать, что у нас есть небольшой приз для самого интересного вопроса со стороны молодежной аудитории. Отец Игорь, Владислав, вы будете наш судьями у нас. Вот. Отмечайте себе самое интересное выступление, самый интересный вопрос или самый интересный ответ, а мы в конце программы будем награждать щедро. Я перехожу снова к вам, уважаемые наши гости. Ну, вот сегодня среди мифов есть еще и такое. Говорят, что среди ученых вообще мало верующих. И что… Начинают называть какие-то фамилии ученых прошлого. Хотя у меня совершенно другая вот и статистика, которую я встречал по поводу верующих ученых. Я бы хотел, чтобы мы сейчас просто вспомнили. Но перед тем, как это сделаем, сделаем я нашим зрителям. Хочу сказать, что вот присутствующий здесь батюшка, отец Игорь, вот он, кроме того, что он священник, да, православный, украинская православная церковь, он окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, знает пять языков, да, бочка, я не путаю, да, учился, заканчивал аспирантуру в Японии, нам все известно. Вот. А теперь, пожалуйста, итак, давайте немножко поговорим о знаменитых людях, которые были и православными, и христианами, и учеными. Пожалуйста. Знаете, только что вы говорили о том, что неверующими людьми управлять легко. Я хочу добавить эту мысль и сказать, что людьми невежественными тоже управлять легко. Поэтому, как человек верующий, так и человек разумный, человек, который имеет определенный багаж знаний, он очень неудобен тоталитарному государству. И поэтому ученые, они точно так же, как и верующие, ну, являются, в тоталитарном государстве являются изгоями и нежелательными гражданами. Когда фальсифицируется история, естественно, в угоду пропаганде, то, ну, это желательно для государства, чтобы это воспринимали все, чтобы не было, ну, никакого противоположного мнения. когда пытаются церковь заставить служить каким-то потребностям государства, причем это еще начиная с римского государства, то же самое надо, чтобы это делали все, без исключения. И вот поэтому, когда вот совмещает человек и глубокие научные знания, и веру, это, ну, знаете, эти люди, они как жемчужины, они сияют и в науке, и о них знаем мы, и они не только продвигают вперед науку, а и они с собой показывают и образ Божий, они с собой и олицетворяют христиан. Ну, из тех, кого мы уже как бы могли и застать, это и наш святитель Лука Крымский, медик, профессор, который сделал огромный, неоцениваемый вклад в хирургической науке, по учебникам которого учатся и сегодня студенты и практику которого используют и сегодня, потому что ничего нового пока не изобретено. Также, если взять и ученых, которые более такой фундаментальный вклад и в физику, это и Эйнштейн, это и Лейбниц, вот, это даже, наверное, будет удивительно слышать, но Чарльз Дарвин, теорию которого сейчас как бы используют противники церкви, он тоже и даже в книге, на основе которой как раз пытаются построить теорию происхождения видов, вот эта книга так и называется, есть как раз строки, в которых он признает сам волю Божью, он сам признает то, что он не отрицает Бога и его промысла, поэтому и много-много людей таких, которые и взять того же знаменитого вертелиростроителя Сикорского, который тоже создал уникальные летательные аппараты и в то же время он был верующим человеком, и я еще раз повторяю, каждый ученый, который достиг чего-то через познание мира, он немножечко приоткрывает себя и Бога, поэтому любой ученый, который сделал какой-то вклад в науку, в историческую, в философию, в математику, в физику, каждый этот ученый, и я тоже даже вот тех ученых, которые ну вроде они еще пока не прославлены, но вносят посильный вклад в сегодняшнюю науку, я встречаюсь и с таким, знаете, удовольствием открываю, что человек верит в Бога, человек ходит в храм, человек познавая мир физический, который создал Господь, причем он создал его тоже, посмотрите, он его создал в порядке и исчислении, и вот этот порядок и исчисление как раз он дает право изучать нам с вами. Владислав, вы что-нибудь хотите добавить? Имен людей, которые внесли большой вклад в разное время в науку и при этом были искренними верующими, это десятки имен, Давайте, наши зрители, все-таки их напомним, потому что некоторые убеждены, что таких немногих. Вот, знаете, я бы привел конкретный пример, о котором, может быть, не все могли в нашей аудитории слышать, потому что лично меня когда-то этот пример поразил, и он немножко может быть в стороне от ряда как раз имен хрестоматийных. Это выдающийся американский словист 20 века Георгий Владимирович Вернадский. Это сын академика Вернадского, в честь которого названа главная национальная библиотека Украины. Иногда от нас верующих требуют доказательств. Вот говорят, докажите существование вашего Бога. И как только вы докажете, мы и уверуем. Люди, которые читают Евангелие, тут слышат слова, которые говорили Христу, сойди из креста, и мы уверуем в тебя. А вот мы, малые, слабые, тоже иногда слышим, докажите нам, покажите нам вашего Бога, и мы уверуем вместе с вами. Вот вопрос мой такой, вообще в принципе доказуема ли вера? Нужно доказывать или нет? Это другой вопрос. Доказуема ли вера вообще? Доказуема ли бытие Божие? Вопрос такой философский. Ну, известен тезис о том, что доказать как-то безапелляционно вряд ли так может по отношению к вере стоять вопрос, потому что, по крайней мере, если мы из христианской парадигмы исходим, в христианстве Господь дает человеку свободу, ответственную свободу. И прийти к Богу, быть Ему верным, доверить Ему свою жизнь, воззвать к Нему о том, чтобы стать настоящим человеком, исцелившись от всего, что уродует во мне человека, это должно быть абсолютно свободным выбором, позицией, усилием воли. А если я последовал за Богом только потому, что я увидел некий неоспоримый факт, и меня это пугает могуществом Бога, да, все, у меня уже этой свободы нет. Тот, кто не свободен, не способен любить. Он способен уважать, бояться, подчиняться, но не любить. Это очень как бы известная в богословии позиция, но другое дело, что в мире есть люди, через которых Господь ярко себя показал. Мы живем две тысячи лет спустя после Рождества Христова, и даже если бы мы жили тогда, то далеко не у каждого из нас был бы шанс оказаться в Палестине в конкретные дни, при конкретных событиях и воочию увидеть Спасителя. Но веками после того жили и живут святые. Это люди, у которых может быть ярче, чем у других, и раньше, чем у многих других, проявилась вот такая духовная степень зрелости, что через них один из святых отцов и говорил об этом, что иногда не нужны многие богословские сочинения, проповеди, какие-то даже яркая такая внешняя деятельность, а достаточно настоящего христианина один раз встретить на пути, увидеть его взор, и ты понимаешь, что ты посмотрел в небо. И ради этого ты уже не можешь быть прежним, только после этой одной встречи. Ты уже хочешь меняться, ты хочешь идти этой же дорогой. Вот это и есть доказательство. Вот такое может быть тоже доказательство. Вообще, мне кажется, когда мы говорим об обретении веры, то часто мы говорим о встрече, о встрече, о встрече, причем встреча с Богом может быть самая различная. И все же, доказуема ли вера, батюшка? Можно ли доказывать доказуемое бытие Божие? Или, может быть, вообще не стоит это доказывать? Два вопроса. Потому что доказуемо ли бытие Божие доказуемо? Доказуема ли вера? Веру доказывать не нужно. Потому что если человек, получив определенные знания, получив определенные свидетельства, факты, он делает какие-то выводы, то уже эти выводы свидетельствуют о том, что он или принимает, или отвергает бытие Божие. То, что, вот опять-таки, если мы будем говорить о науке и вере, наука часто подтверждает бытие Божие. И ученый, который занимается, как я уже говорил, наукой глубоко, который использует максимум знаний, он постепенно прикасается и не может отрицать бытие Божьего. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Я соглашусь с тем, что люди, которые не верят и требуют доказательства, они скептики, и если бы они хотели, они бы могли найти доказательства. И, на самом деле, допустим, евхаристическое чудо во Франции, когда священник усомнился, и причастие хлеба-вино действительно превратились в плоть. И ученые делали анализ, там действительно мышечные ткани. Можно проверить эти факты, можно узнать, но люди просто не хотят, они не верят. И, ну, как им не доказывай, они не поверят, потому что если захотят поверить, тогда они смогут найти Бога. Спасибо. Я сейчас, я думал не задавать этот вопрос, но я для наших зрителей его все-таки задам. Я готовил его, потом засомневался, сейчас я все-таки его задам, задаю всем здесь присутствующим. А может быть есть что-то в нас неверующих такое, что не позволяет войти в вере, не позволяет нам встретить спасителя, не позволяет, чтобы свет благодати в нас вошел. Как вы думаете, что это, что мешает встрече? Есть такое? Вот, пожалуйста. А можно это? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, ну, я думаю, что на самом деле это страх, потому что где-то в глубине души человек понимает, что вера — это встреча с Богом, а встреча с Богом — это отношение. Для отношений нужно быть личностью, нужно нести ответственность. Вера — это ответственность, и ответственность — это очень страшно. Страшно, что тебя могут принять, что там, что тебя могут простить или не простить. А когда нет Бога, тогда нет ответственности. Люди боятся ответственности, но даже могут этого не понимать. Да, да. Один из братьев Карамазов говорил, если Бога нет, все дозволено. Человеку, которому хочется, чтобы было все дозволено, ему Бог мешает, безусловно. Но я возвращаюсь своему, да тоже возвращаюсь своему вопросу. Что же это в нас неверующих такое есть, что закрывает свет? Вот в нашу внутреннюю храмину не входит свет веры. Что это? Можно добавить? Пожалуйста. Мне кажется, это гордыня. Гордыня. Я принимаю, конечно же, и гордыня в том числе. Безусловно, гордыня. Мы знаем знаменитое выражение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это правда. Смиренным, это не тем, которые, скажем, рисуют смиренных нас, таких вот просто маргиналов. Смиренным это тот, который на Бога уповает. На него. Не на себя, а на Бога уповает. Итак, гордыня мешает. Пожалуйста. Можно я добавлю? Да, пожалуйста. Когда человек открывает для себя Бога или узнает о его существовании, он понимает, что сам-то вообще и грешник, и кучу всего нехорошего в своей жизни совершил, и нужно меняться. А меняться никто не хочет. Не хочет, да. В этом, наверное, самая большая наша ошибка, что проще остаться в своей зоне комфорта, чем меняться к лучшему и идти навстречу свету. Спасибо. Давайте все-таки подытожим. Итак, Бочка, а что же... Что препятствует? Ну, человеку самое главное, что препятствует, это его страсть. Да. Это та... Ну, опять-таки, та жизнь, в которой он живет, обычная жизнь, обычного человека. Хотя, на самом деле, вот человек, который освобождается от страстей, он действительно становится свободным. Потому что он может принять то, что дает Господь. Он может за вот этими своими... за вот этим я своим, да, с которым мы сроднились уже, хотя это не родное нам. Мы были созданы святыми, и только при грехопадении мы на себя взяли эти страсти. И это не наша природа. Наша природа – это образ Божий. Но мы ее воспринимаем как свою, мы с ней уже сроднились. И вот она, как правило, нам... ну, не дает нам открыть свое сердце Богу. Как освободиться? Опять-таки, да, есть ответы на эти вопросы. Да, да. Мы еще поднимаем. Я для наших зрителей... Отец Игорь употребил слово «наши страсти». Для наших зрителей это наша такая православная терминология. Страсти. Страсть к деньгам, скажем, да. Страсть к вину, к наркотикам. А есть такое слово, которого мир боится. Называется грех. А грех – промах, да, промах, мимо... Ошибка. Вот, ошибка, да. Вот все это, называемое словом грех, наша неевангельская, не божеская жизнь, вот она и препятствует того, чтобы свет в нас вошел. Все мы с вами воспитывались, в общем-то, в среде, которая не располагает к вере в Бога. Не располагает. Ну, нас просто учили того, что Бога нет. Я вырос в атеистическом государстве, да, большая часть моей жизни прошла в нем. Да, и сейчас я не могу сказать, что наше государство православное. Отнюдь нет. Нет, отнюдь. Нам кричат ни в коем случае, мы светские, не дай Бог. Так вот, я хочу, я под очень интимный вопрос, который можете отвечать, можете не отвечать. Вот все вы так или иначе сталкивались с окружающих вам безверием, неверием, безбожием, активным безбожием. Может быть, кто-то решится рассказать, как же все-таки произошла ваша личная встреча, под влиянием чего произошла эта встреча. Для наших зрителей поделитесь своим опытом, как вы пришли к вере, вот, как вы пришли к вере, что было толчком. Это может быть встреча. Вот Антоний Сурожский рассказывал, да, сегодня вспоминали. Он искал духовного отца и однажды, кажется, в Париже, по-моему, вот, он встретил одного человека, встретился с ним взглядом. Это был священнослужитель, посмотрел ему в глаза и сказал, я хочу, чтобы вы были моим духовным отцом. И он вот так, по-всякому бывает. Он увидел в его глазах то, что вот он искал. Ну, кто-нибудь дерзнет, вот, если нет, да я попробую. Я могу дерзнуть. Да, ну, пожалуйста. Меня зовут Мария. Мой приход к Богу был, как и у многих людей, через скорби. Я была обычным человеком, современным таким, ну, это уже такое постстуденческое время. Мне было 24 года, я работала. В принципе, вполне устраивала меня моя жизнь обычного современного человека. Вот. И я, честно говоря, ничего не искала, хотя я всегда знала, что Бог есть. Родители мои были людьми уже тогда верующими. Вот. И я иногда в церковь ходила, но как-то не задумывалась вообще о перемене жизни. И я вот внезапно заболела очень серьезно, подробностей не буду освещать, но болезнь была очень серьезной. И я около года провела в таких серьезных страданиях. Вот. Ну, и у меня был только единственный путь прийти к вере. Ну, помогли, конечно, родители, которые молились и, в общем, привели меня. Я начала петь в церковном хоре, воцерковляться, причащаться и выздоровела вопреки прогнозам врачей. Спасибо. Спасибо. Давайте вернемся к такому известнейшему упреку в адрес церкви. Вот. Ваша церковь гнобила ученых. И нам всегда вспоминают Джордана Бруна. Вот. И церковь гнала ученых. И вот зачем вы нашего Джордана Бруна обижали. Вот. Если можно, о случае с Джорданом Бруна, если можно, если кто-то знает, там много очень неоднозначно, как сейчас принято говорить. И вообще, вот по поводу гонений. Были ли эти гонения? Или это больше миф? Первую такую ремарку сделаю. Дело в том, что, да, факт налицо. От него, как бы, церковь не может отказаться. Да, были, Джордана Бруна был умершлен, Галилео Галилей тоже самое был, пострадал от инквизиции. Но в чем проблема? То есть смерть Джордана Бруна, она не была смертью за научные какие-то взгляды. Мы знаем, если посмотреть, так вот заглянуть в историю, Джордана Бруна увлекался шаманизмом. Он занимался уже, пошел от церкви вообще в политеизм и стал активно утверждать, ну, так вот, если взять для того времени, откровенно безбожные взгляды, которые с наукой не имели вообще ничего общего. Дорогие друзья, чтобы закончить с Джордана Бруна, я просто напомню буквально один-два факта. Во-первых, батюшка уже сказал, я хочу подчеркнуть, Джордана Бруна сам себя называл магистром белой магии. Вообще-то не обглученным. Маленький факт один, он пытался поступить на службу в Оксфорд, вот, и его не могли принять. Вот этого великого астронома, как нам подавали учебники, он путал перигей с апогеем. Кто знает астрономию, меня понимают. Вот, он просто был неучим. С другой стороны, церковь совершенно не отрицала гелиоцентрической системы и о том, что Солнце в центре, вокруг него планеты, не отрицала. А вот что говорил Джордана Бруна? Он произносил безумные глаголы. Он говорил, что Солнце вот это в центре, это Бог. Вот, то есть это чистейшее язычество, что вот этот вот огненный шар, это Бог. С Джорданом Бруна мы, слава Богу, разобрались, и наши зрители нас услышали. Сейчас очень важный наступает момент такой. Вы знаете, что в науке очень важно не только дать ответ, но и очень важно правильно, правильно, емко и точно сформулировать вопрос. Я сейчас попрошу наших молодых зрителей, главным нашим спикерам, задать какой-нибудь или несколько коротких вопросов. Причем, я так понимаю, никаких запретов нет, но, естественно, в контексте нашей темы. Вот, пожалуйста, 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 дайте микрофон. Есть, пожалуйста. Вопрос в том, можно ли человека вот вернуть, когда он настолько уже обезвеялся, что полностью отрицает существование Бога. Спасибо. Кому это нужно, самое главное? Это, ну, мне лично интересно, возможно ли вот человека вернуть. Нет, вам это нужно или этому человеку нужно? Нет, вот вообще в принципе взять, возможно ли вот... Если это нужно вам, вы за этого человека должны молиться. Но это... Вы этому человеку должны совершенно, так знаете, ну, четко показывать свою веру и нести Христа сами, и молиться об этом человеке. Дальше дайте Христу, Господу разобраться с ним и привлечь его к себе. Вот, если это нужно вам. Какую вы все-таки из, не знаю, научных категорий считаете самой сильной, самым... Или пусть будет каким аргументом, научным аргументом вы считаете самым сильным против бытия Божьего? Вот обоим спикерам вопросов. Против? Или за бытие Божьего? А, или наоборот, против? Да, против. То вот вы как считаете для себя самым таким сильным аргументом, с которым вы продолжаете спорить. Трудно преодолимым, да? Да, трудно преодолимым. Ну, не аргумент. Вот я говорил уже, что вот этот есть момент, такая рабочая инструментария, да? Ученый должен подвергать все сомнению. Но дело в том, что, как бы, мы познаем все-таки, будучи... Сейчас я дальше все-таки скажу, уже скажу, исходя из христианской парадигмы, да? Если ученый-христианин, он о себе знает такую вот правду неудобную, трудную, да? Что разум его поврежден. И даже если я получил некий результат исследования в виде знаний, да? Я понимаю, что все равно где-то я смотрю, может быть, через искривленную линзу. Я не знаю все до конца. Вот. Но для человека агностика, то есть который не знает, агнозис, не знает. Вот. Или для атеиста, для него, наверное, ситуация сложнее. Почему? Потому что не все можно проверять вот сомнением, да? Есть какой-то опыт соприкосновения с Всевышним, который пересказать невозможно и который нельзя экспериментальным путем доказать. Вы знаете, больше всего повергает в трепет аргумент, когда человек начинает говорить, ваш бог, он сидит на облаке, и оттуда вот с облака там что-то, он там либо верщает, либо что-то посылает и так далее. Вот такая степень невежества, такая степень, меня лично повергает вообще-то в ужас. Отец Игорь Владислав, скажите просто, вот как ученые, была ли в вашей жизни какая-то книга, может быть, книги, которые убедили вас вечно в истинности православия? Вот что повлияло на вас, как на ученых? Спасибо, очень хороший вопрос, спасибо. Конечно. Что это было за книга? Это Евангелие. Вы знаете, это может показаться таким банальным ответом, но с другой стороны, я Евангелие прочитал как человек сторонний в начале. Потом я увлекся Востоком, да, вот восточными языками. Я стал изучать ближе вот восточные религии. И когда ты начинаешь читать вот те книги, да, ты начинаешь обращать внимание, все-таки вспоминать, что вот Евангелие, да, а вот там я видел ответ на этот вопрос. А в Ветхом Завете это уже давно рассмотрено, и здесь стоят такие вехи, которые как бы человеку определены. Поэтому, да, как бы не было банально, но на самом деле Евангелие, Библия, это великая книга, которая может перевернуть человека, если не сразу, то, может быть, со временем, если этот человек привык, опять-таки, ну, анализировать и готов открыть свое сердце. Потому что, да, я когда прочитал, я не был готов. Но потом, когда я стал убеждаться в том, что то, что вот как раз для того общества, которое сейчас постмодернистского, оно уходит в моду, оно нам диктуется со всех углов, да, и говорится, что вот Восток там, вот вы там увлекаетесь лучше ведами, там, да, рзац ведами. И вы там лучше, вот идите в буддизм, потому что это, это, ну, просветление, это полная свобода. На самом деле нет никакой свободы. На самом деле свобода, это вот как раз в православии. И познавая это, ты возвращаешься потом к этой вот религии бабушек, как нас учили, да, и ты видишь, что на самом деле это религия свободы, это религия самой большой близости к Богу. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сегодня в бытность обучения в аспирантуре мне попалась очень интересная тема для защиты своего реферата. Конфликт науки, религии и философии. Вот я бы хотел бы в этот треугольник теперь уже добавить еще один угол насчет философии. По-вашему, когда говорят, что наука, религия несовместимы, как вы относитесь к философии? Может, конфликт идет не между наукой и религией, а между философией, которая пытается осмыслить какие-то отдельные открытия? И вот именно в поле конфликта идет не наука, религия, а все-таки философия и религия. Вы можете такую точку зрения поддержать или опровергнуть? Спасибо. Ну, здесь для того, чтобы правильно на этот вопрос попытаться ответить, нужно определиться с терминами, да, потому что философией называется наука. Философией называют иногда образ мысли конкретного человека, да, его жизненную позицию. В данном случае, смотря вот, что вкладывается в это понятие, потому что если мы говорим о философии как научной дисциплине, в сумме знаний, то, ну, как для меня, то противоречия нет. Почему? Потому что человек долго и на путях философии в том числе искал путь к Богу. И христианство дало свой ответ на эти искания. Ответ, который несопоставим, оказался исторически ни с одним-другим из религиозных опытов, которые человечество знало. Если мы говорим о философии как о некоем образе мышления, опять же, вспомним Сократа, да, я не мудрец, я люблю мудрость. И в этом смысле я философ, говорил он. То есть вот любовь к мудрости — это и есть поиск. Увидеть жизнь в ее глубине. И на этом пути однажды человек может встретить ту глубину, которая безгранична. Это встреча с Всевышним. Спасибо. Ну, мы будем подводить некоторые итоги. Начнем с приятного итога. Я прошу вас, отец Игорь, вас, Владислав, назвать одного человека, который получит вот эту книгу о святителе Николае Мерликинском. Кто-то, кто вам запомнился своим вопросом, комментарием, можете посовещаться. Вот. И назовите одного православного человечка. Ну, первый ряд, второй слева, молодой человек. Ага, Дмитрий. Так, пожалуйста. Святитель Николай Мерликинский, большое спасибо. Ну что ж, давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие наши зрители. Я надеюсь, что в результате нашей встречи мифов, выдумок относительно веры и церкви, относительно отношений науки и веры в сознании некоторых наших соотечественников станет немножечко, хоть чуть-чуть меньше. Если так будет, то, слава Богу, наша программа прошла не зря. Мы надеемся каждую неделю с вами встречаться в программе «Лестница в небо», где будем говорить о православной вере, о православной церкви. Будем развенчивать мифы и о вере, и о церкви, потому что благодаря именно этой вере и благодаря именно этой церкви существует наша земля, существует наш народ. И этого не нужно забывать. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...